МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он живет яркой и насыщенной жизнью, ставит перед собой цели и достигает их. Наш герой не сдался, когда получил травму, не собирается сдаваться и сейчас. Уже совсем скоро вы узнаете, каким трудом и какими усилиями достается победа. Ярослав, здравствуйте. Здравствуйте. Проражена вашей силой воли, выдержки, неумолимому желанию побеждать. Откуда у вас это? Спасибо, Мила, за вопрос. На самом деле это у меня было всегда во мне. Даже с тех пор, когда я получил свою травму, еще лет 10 назад, я всегда к чему-то стремился, развивался, ставил себе какие-то цели, которые хотел достичь. Раньше, если я занимался, например, и развивался именно в творческой деятельности, закончил музыкальную школу, школу эстрадного вокала, то я себе ставил именно такие творческие цели. Когда первый раз приезжал в Москву, уже начинал искать каких-то продюсеров, с которыми можно начать работать и становиться как эстрадным исполнителем, артистом. Насколько я знаю, вы занимались паркуром, гимнастикой, акробатикой, то есть вели довольно-таки активный образ жизни, но 10 лет назад все изменилось. Что произошло? Да, раньше я и правда вел очень активный образ жизни, хотя даже нельзя, наверное, сравнивать. Активнее я вел себя тогда или сейчас. Я раньше, да, занимался спортивной акробатикой, гимнастикой, паркуром, и в один день, это была суббота, 3 часа дня, я четко, отчетливо помню именно тот день, когда это была одна из тренировок, и не получилось у меня сделать один элемент, я подумал то, что вот я такой герой, юношеский максимализм, 15-16 лет мне на тот момент было, и думал, что все могу. В итоге просто не рассчитал свои собственные возможности, не оценил риски, которые могут быть, и жизнь меня научила главному уроку. То есть всегда просчитывать определенные риски и знать наперед, а что с тобой может быть, какие варианты событий могут быть, и к чему нужно быть готовым. Мною тогда действовала какая-то недвижимая сила, и я не понимал, что я делаю на тот момент. А как вы психологически справлялись со случившимся? Кто вам помогал? Мне помогло не сдаться в первую очередь, это поддержка моих родителей, близких людей, которые вселили в меня надежду, веры, силы. И после того, как мне сделали операцию, мне сложно, конечно, было входить в весь этот процесс, но я долго размышлял вообще. На протяжении определенной своей жизни я размышлял над одним вопросом. Что же со мной случилось? Почему это произошло со мной? И главный вопрос, который я себе задаю, ну вот почему, да? И все-таки я ответил на этот вопрос. Я считаю то, что жизнь неспроста мне дала это именно испытание, через которое я должен пройти урок, который должен заставить меня быть мудрее, опытнее, сильнее, и делиться своими знаниями, своим экспириенсом с подрастающим поколением, именно с людьми, которым нужна вот эта вот мотивация, поддержка. Меня часто приглашают на различные там молодежные форумы, к студентам, различные бизнес-компании, корпоративные клиенты. И везде я выступаю на разные темы, но с целью одной – это мотивация и мечта. Потому что я считаю, что у человека должна быть именно мечта, которой он идет, и это и есть самая главная мотивация, которая заставляет его двигаться вперед, несмотря ни на какие трудности. Вы настоящий борец, недаром говорят, что желание – движущая сила. В одном из ваших интервью я читала, что вы обязательно планируете встать на ноги. У человека должна быть мечта, которая будет заставлять двигаться его вперед. И одна из таких моих мечт – это, конечно, большое стремление снова вернуться к полноценной жизни, а именно я говорю про полную подвижность человека, организма и встать снова на ноги, и поднять других людей. Я работаю абсолютно в разных направлениях по этой мечте, по этой цели, можно уже так сказать. Я являюсь спортсменом, делаю свое определенное имя, которое помогает мне устанавливать различные определенные ценные контакты в бизнесе, с административной властью, с учеными, и где мне приходится делать определенную коллаборацию, чтобы соединять нужных людей и делать значимые проекты. Я развиваюсь в творчестве, которое дает мне определенную пиар-деятельность, которая помогает донести мне мои мысли, идеи, ценности до аудитории. Я также делаю различные предпринимательские проекты. Например, сейчас один из проектов – это производство подъемных механизмов на оборонно-промышленных комплексах. И это помогает создать определенный капитал, который инвестируешь в научную деятельность и получаешь результаты. Сейчас я работаю с учеными, у нас 5 действующих лабораторий. Три из них находятся в Питере, одна в Лозанне, одна в Сочи. И мы разрабатываем специальные нейроимпланты, которые ставятся на поврежденный спиной мозг и позволяют проводить сигналы от головы к ногам. В результате чего у нас уже благодаря этому прототипу ходят и крыски, и мышки, и обезьянки. И начинает уже ходить и человек. И в перспективе 5-7 лет мы очень на это надеемся с учеными, с бизнес-аудиторией, именно инвесторами, которые нас поддерживают, что проект будет очень успешен, и человек снова встанет на ноги. В том числе и я. И я хочу сказать то, что у меня уже был и есть определенный опыт, когда я был первым пилотом-испытателем российского медицинского экзоскелета «Экзоатлет», разработанного при поддержке нашего фонда «Сколково». И когда я был именно первым пилотом, это было очень сложно, на самом деле, участвовать в таком проекте, так как ты не знаешь, как поведет себя робот. Ты одеваешь металлоконструкцию, это там электропривода различные, там система управления в костылях встроена, полностью программный код написан. Но если что-то, какой-то сбой именно в системе, да, как мы знаем, любая техника имеет свойство ломаться, то я боялся, а вдруг что-то пойдет не так, а вдруг я это только еще хуже сделаю. Но, слава богу, все испытания прошли успешно, и сейчас, помимо меня, ходят уже более сотни других ребят, экзоскелет успешно продается в различные медицинские реабилитационные центры, как в России, так и за рубежом, вкладываются тоже иностранные инвесторы, и проект успешно развивается. И у меня есть задумка как раз, вот эти вот роботы, металлоконструкции, там, IT-решения и так далее, соединить с био-нанотехнологией, именно со своими нейроимплантами, и дать такую именно комплексную реабилитацию, которая поможет снова человеку встать на ноги и пойти. Многие вас знают не только как спортсмена, но и как очень творческого человека. У вас за плечами музыкальная школа, вы занимаетесь вокалом. Расскажите, пожалуйста, про этот этап в своей жизни. В раннем возрасте я закончил музыкальную школу по классу фортепиано, гитара, и основным также направлением был это эстрадный вокал. С моим художественным руководителем часто тоже выступал на различных именно вокальных конкурсах, был лауреатом, в том числе был на отборе детского Евровидения в свое время, не помню, это какие-то там, может, лет 15 назад еще. Да, я очень рад тому времени и опыту, который был на тот момент. И вот после травмы я, конечно, не знал, как это применить сейчас в жизни, потому что не хотелось отказываться в том числе еще от одной своей мечты, стать известным артистом, исполнителем. И сейчас я нахожусь в том числе тоже и на своем творческом пути. Я не исключаю то, что в ближайшие 2-3 года мне, например, захочется стать композитором и в том числе исполнителем. Я вижу свой образ именно где парень, даже не обязательно мне быть там на своем средстве передвижения или нет, да, вот просто буду играть за роялем и исполнять красивую мелодию и петь. И вот этот вот именно образ именно такого настоящего волевого мужчины мне и хочется воплотить в жизнь. Ярослав, вы прыгаете с парашютом, летите в бездну на тарзанке, занимаетесь дайвингом и даже уделяете время общественной деятельности. Я думаю, что нашим прекрасным телезрительницам, собственно, как и мне, будет очень интересно узнать ответ на следующий вопрос. Остается ли у вас время на личную жизнь? Милый, интересный вопрос, конечно. Да, у меня остается время на личную жизнь, но не так много, как хотелось бы, потому что основную часть времени сейчас забирают все-таки тренировки, работа. Да, я подготавливаюсь сейчас к своим серьезным соревнованиям. Это кубки чемпионата мира по триатлону, по велоспорту. Не исключаю возможности подготовиться именно к Олимпиаде в Токио 2020. Правда, я не знаю, несмотря на последние новости, буду ли я выступать в Токио под белым флагом, или все-таки я буду выступать на всероссийских играх. Но не будем про спортивную политику, но цель, стремление все-таки оно есть. Личная жизнь, да, конечно, она все-таки важна. Это как такой, можно сказать, подпитывающий, ценный ресурс, который тебе дает новую энергию, силы на новые свершения. Ну что, пользуясь случаем, привет, красавцы. Вот вам замечательные птички, чтобы вот это был символ семьи. Даже птички не могут быть порознь, они вдвоем. Поэтому я считаю, что Ярослав уже готов к семейной жизни. Тренировки тренировками, а вот... Ярослав, познакомьтесь, пожалуйста, я так понимаю, это твой тренер, да? Да, это мой тренер Юра Голубев. Я Юра. Здравствуйте. Я Юра. Очень приятно. Вы присаживайтесь, присоединяйтесь к нашему общению. Да. Какие красавчики. Расскажите, пожалуйста, каково же это быть тренером чемпиона? И вообще, как давно познакомились с Ярославом? Ну, у нас как вот с этими птичками была любовь с первого взгляда. Ничего вообще случайного не бывает. Поэтому мы встретились на СНПРО, это известная спортивная выставка, которая проходила в Сокольниках. И вот таким образом я как-то почувствовал, увидев Ярослава на коляске, я как-то почувствовал, что надо как-то быть вместе. И мы сдружились. И самое главное, что я сам проходил, конечно, не такое испытание. Ну, в 2002 году я попал в тяжелую катастрофу, автокатастрофу. И у меня, вон, да, точно, вот они все слышали, что они подтверждают. И мне вот эта рука просто висела. Ее собирали долго, сделали очень много операций, там скрепки стояли. И, слава богу, я восстановился. Но когда ты бываешь на вершине, и вдруг с тобой случается, и ты расцепаешься, то вот это, конечно, трудно осознать. И, конечно, это не такое испытание, как у Ярослава. Но, тем не менее, я хоть чуть-чуть почувствовал, что это такое. И это мне дало именно в работе уже с ребятами, которые действительно проходят через тяжелейшие испытания, именно чувствительно понимать, как давать нагрузку. Это очень важно. Когда ты сам понимаешь это, сам проходил через это, ты более, вот как хирург, да, микрохирургии глаза. То есть ты будешь более тонко относиться к тренировочному процессу. И это очень важно. И самое главное, уверенность. Ты будешь давать, и он будет это точно понимать, что это нужно сделать. И несмотря на все какие-то трудности. Поэтому мы делаем, и, слава богу, вместе тренируемся, спаррингуемся. И это мне дает мне сил, что я тренируюсь с молодым парнем, 25-летним, который подтягивает 45 раз, но я столько не подтягиваюсь. Но, тем не менее, мы с ним соревнуемся. И поэтому для меня это огромное счастье и радость, что у меня есть такие друзья, мои любимые спортсмены, которые мне дают сил. Ну, а мы делимся опытом. Я так понимаю, за 5 лет у вас уже было очень много всего общего. Я видела, что даже совместные путешествия, соревнования. Что такое самое яркое, вы можете вспомнить из совместных путешествий? Вообще, в каких странах? Как мы парились в бане. Как на 30-ти градусный мороз парились в деревне, в бане. И мы Ярослава просто вот так вот выкидывали в сугроб. И он туда нырял. И я видел его радостное лицо, потому что, я думаю, что до этого он никогда такого не делал. Именно, что вот так вот прям мы попарились, отдохнули, восстановили силы. И на следующий день мы поехали в деревенскую школу. И с ним помогали нашим детям рассказывать, как вот, казалось бы, вроде в таких условиях, что вроде не живут, казалось бы, да, люди по каким-то небольшим значимым каким-то вещам. И они опускают руки. Когда видят Ярославию, то у них все болячки проходят, и они сразу на следующий день все готовы тренироваться. Это, кстати, мы ездили к ребятам на мою родину. Был в Ивановском крае, в Ивановской области. Город-родники. Город-родники. Да. Ну, много там на самом деле историй было. Вот как раз вот и баня, и снег. Расскажите, пожалуйста, как вы готовили Ярослава к соревнованиям по бодибилдингу? Я знаю, что это ваша заслуга. Самый такой яркий момент, вот то, что мы с Ярославом показали всей стране, что можно выступать как в циклических видах спорта, так и в силовых. Ярослав впервые выступил по бодибилдингу. И такие были сначала это показательные выступления, потом уже на соревнованиях. Ну, так как он был, конечно, в категории один, он стал чемпионом России, но это послужило для многих ребят в колясочек, которые никогда, наверное, не выступали и не думали выступать по бодибилдингу. Сейчас они уже выходят, там у нас более 15 человек в категории. Вот Ярослав дал дорогу вот этим молодым ребятам и дал надежду, чем он, в принципе, всю жизнь занимается. Собственным примером, да. Собственным примером, да. И сейчас мы еще планируем, он еще этого не знает, выступить по жиму лежа, по пауэрлифтингу, где я не сомневаюсь, он станет чемпионом, потому что при весе 65 килограмм, ну, нам нужно 120 выжать, что нам чуть-чуть не хватает 5 килограмм. Я думаю, мы доработаем с тобой, и он выжит 120 килограмм и станет чемпионом России еще по пауэрлифтингу. Чтобы везде становиться чемпионом, сколько необходимо в день трудиться, сколько должно часов тренировок проходить? 24 часа в сутки. Это как? А как же на сон? Время на сон? Ну, если сна не хватает, то нужно спать быстрее, как говорил Арнольд Шварценеггер, я это запомнил во всю жизнь. Поэтому Ярослав спит очень быстро, восстанавливается и все. На самом деле, это мы все больше в голове, и, конечно, восстанавливаться нужно, репутация нужно, но слишком тоже на этом зацикле не нужно. Поэтому все выдающиеся спортсмены, все, я сколько тоже брал интервью и общался, они работают именно 24 часа в сутки. Даже когда ты вроде спишь, у тебя мозг думает о том, что что-то нужно сделать, что-то это все. Но сон – это тоже тренировка, это восстановительная тренировка. Да, поэтому вот так вот. Все выдающиеся люди, они работают, наверное, даже 25 часов, а кто-то 26. Какие, как тренер, напутственные слова вы даете Ярославу перед выступлениями, перед соревнованиями? Что вы ему говорите, как поддерживаете? Я помню, когда он меня на самом деле первый раз на выступление отправил, я ему говорю, Юр, а как мне хоть там нужно спозировать, там еще что-то? А он говорит, а что, выходи на сцену там. Показал мне буквально за минуту-два, как там сказать, какие сойки. Это специальный позинг, да, этому обучают отдельно. Понимаете, какие-то в трудные минуты лучше быть рядом, как в отцовский, и просто его перекрестить и благословить. Потому что что-то там говорить, какие-то такие, это уже не нужно. То есть человек уже не слышит, что не понимает. Поэтому, конечно, вышел, и там уже пошло все само. На адреналинию. Конечно. И оно, действительно, так оно и бывает. А то бывает разучиваешь, разучиваешь, и все, ломается. На самом деле, общаясь с вами, я уже просто зарядилась такой энергией, и мне очень хочется увидеть, как же проходит ваша тренировка. Давайте мы прямо сейчас... Ну, это не для салаванерных. Давайте мы прямо сейчас и пойдем, и потренируемся, и посмотрим. И, возможно, даже что-то я тоже попробую выполнить. Ну, это наша общая задача, чтобы... Вот мы с Рославом и занимаемся не только поговорить, а главное приводить людей к здоровому образу жизни и учить их, как учителя физкультуры, как правильно, грамотно делать и тренироваться. Именно научить, потому что сейчас очень много залов, и, естественно, люди приходят как-то стесняются задать вопросы. Тренер, не тренер, а все-таки я считаю, что нужно всегда с тренером или с человеком, который в этом что-то понимает. Естественно, вот сейчас нас стало уже трое в нашей команде, и мы дадим уроки, мастер-класс. Вам очень повезло. Многие бы хотели быть на вашем месте. Давайте идем тренироваться. Ну что, на 25 или на 30? Как пойдет. Как пойдет, абсолютно правильно. Раз, два, три, четыре, отвисись. Души. И 25. Тащи, тащи, тащи. Еще можешь. 26. Три, два, один. Оп! Через гоняй. Пошел, 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 пошел. Здорово идет. Здорово. Еще можем. Самый здесь тяжелый блин. 25 килограмм. Три. Восемь. В этом году мы еще 100 килограмм не жали, потому что это новый рекордный вес в этом году. Сейчас посмотрим. Давай. Хорошо, берись. Пошел, берись. Начинаем. На три, два, один. Три, два, один. Оп! Мощный, мощный, мощный. Давить, давить, давить. Есть рекорд. Сегодня Ярославу тяжеловато дается, потому что вчера он сделал тренировку 100 километров. И, естественно, сегодня силовые не так хороши, как обычно бывает. Но в такие дни, я всегда говорю, надо просто продержаться, протерпеть. В 2017 году наш герой Ярослав Светославский преодолел 226 километров дистанции сентябрьского триатлона «Айронмен-2017» в Сочи. Спортсмен прошел на одних руках всю дистанцию без остановки за 12 часов 46 минут и 2 секунды. Улучшил свой результат 2016 года на 2,5 часа. «Айронмен» состоит из трех этапов. Заплыв на 3,8 километра, заезд на велосипеде на 180 километров, марафонский забег на 42,2 километра. Триатлон «Айронмен» считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. И для того, чтобы принять в них участие, необходимы ежедневные тренировки. А иногда и по 2-3 в день. Это титанический труд. Но так как Ярослав ставит перед собой высокие цели, то и тренироваться ему приходится очень много. Как правило, его день начинается с велотрека, затем небольшой перерыв и заплыв. Далеко не каждый способен выдержать такой ритм жизни. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня вы точно так же, как и я, убедились в том, что невозможное возможно. Нашему герою остается лишь пожелать удачи на спортивном поприще и осуществить свою главную мечту – стать на ноги. Ну а вы смотрели специальное интервью? Оставайтесь на нашем канале.